Гонки на классических автомобилях проводятся по всему миру. И самой известной является, пожалуй, итальянская 1000 миль. Но ехать в Европу, чтобы испытать на прочность себя и свой ретромобиль вовсе не обязательно, ведь такие гонки организовываются и в России. Каждый год на автодроме Moscow Raceway компания «Старое время» проводит гонки на выносливость классика 50 и классика 300. В этот раз организаторы добавили еще одну дисциплину и предложили пилотам поучаствовать в 12-часовом соревновании классика 1000. Короткой гонкой мы научились ездить, сейчас длинная. Это такая дисциплина для автоспорта. Люди едут на выносливость, хочется проехать больше, длиннее, дальше. В следующем году едем 24 часа. Вот готовимся к ней. Заезды начались под бой курантов ровно в 12 часов. Из обязательных условий – наличие от 3 до 4 гонщиков в экипаже, смена пилотов после каждой сессии и не менее 13 пидстопов. Организаторы получили около 30 заявок от потенциальных участников. Но в итоге на старт вышли лишь 16 экипажей. Это связано в том числе и с коронавирусом. Из-за финансовых сложностей не все команды успели подготовить автомобили. На самом деле это же определенная такая клубная история. То есть это возможность, во-первых, познакомиться с различными единомышленниками и возможность, в принципе, определенного какого-то массового мероприятия, где ты лично участвуешь. При этом от тебя не требуется каких-либо навыков. Мы здесь все любители. Впрочем, не только любители заявились на 12-часовое соревнование. В числе участников оказались и такие профессионалы, как, например, Татьяна Добрынина, успешно выступающая в российской серии кольцевых гонок. Ну, наверное, в первую очередь это колоссальный опыт, потому что я участвовала в длинных гонках, но 4-часовых – это мой максимум был. А тут практически 12 часов будет длиться гонка. Это, конечно, испытание для пилотов, но не только для пилотов, а для техники. И это очень интересно, попробовать себя в таком виде соревнований. Раньше никогда не пробовала. Победу в общем зачете классики 1000 одержала команда КВ Моторспорт. Вторым стал экипаж Крамор МРЕ. Третьим – классик Карс Рейсинг. Организаторы уже открыли прием заявок на 24-часовое соревнование, которое пройдет следующим летом. Оно станет эдаким ответом легендарной гонки на выносливость 24 часа Лимана.